Всем привет! Я наконец-то снимаю новое видео, и это видео будет из серии Back to School. И сейчас я вам покажу свои покупки канцелярии на этот год. Так что, поехали! Итак, первое, что я купила в этом году для школы, это был дневник, и сейчас я вам его покажу. У меня он нестандартный, как для девочки, потому что, как мне кажется, все девочки всегда выбирают что-то такое нежненькое, но это не про меня. Хотя, я решила в этом году просто быть не девочкой, видимо, хотя я сейчас сижу в платье, но ладно. Я решила быть не девочкой, поэтому... Все видят, да? Какой мой дневник? Он военный. Я не знаю. Возможно, это странно. Ну да ладно, нам не привыкать. Следующее, что я купила для школы, это были тетради и обложки на тетради. Это были тетради с Польши, потому что я ездила в Польшу. Они очень прикольные, прям очень прикольные, и сейчас я вам их покажу. Я купила 6 тетрадей, но себе я оставлю только 5 тетрадей, потому что одну я решила подарить своей подружке, типа, ну, она все-таки моя подружка. Вот, и я ей подарю вот такую милейшую тетрадь, на которой написано Super Girls. И самая большая проблема в Польше для меня, это было то, что на тетрадях нету привычных мне полей, где я могу написать, кто я, что я и из какого я класса, чтобы учитель не потерял мою тетрадь. Но зато в Польше продают обложки для тетради вместе с такими наклеечками, на которых, собственно, и можно подписать тетрадь. Так что давайте смотреть, какие еще тетради я купила. Первая тетрадь, которая просто, я дам ее, наверное, на какой-то мега скучный урок, в клеточку на 32 аркуша. И здесь написано It's not me, it's you. Просто посмотрите на этого кота, он мне так напоминает меня. Также я купила вот такую вот тетрадь. Также у меня есть вот такая вот тетрадь. Здесь написано The Adventures Begins, то есть приключения начинаются. И она на 32 аркуша тоже в клеточку. И также у меня здесь есть две тетради. Это две последних тетради, которые я вам покажу, которые я купила в Польше. Одна на 80 аркуша и другая на 96. И все они размера А5. Прям все тетради размера А5. И это в линию, это в клеточку. Вот. И мне они понравились тем, что они такие золотые, такие милые. Здесь даже серия Goldie. А еще мне понравилось, что вот здесь сердечки. А вот здесь можно написать кто ты и что ты. И также и в этом сердечки. И можно написать. Все, с Польшей мы закончили. Переходим к вещам, которые я купила в Киеве. Итак, первое, что я вам покажу, что я купила в Киеве. Это такие вот блокнотки, тоже из одной серии. Два маленьких и два больших. Это А5, это А6. 40 листов. Линейка клеточка. А здесь тоже 40 листов. Теперь переходим к обычным тетрадям. Начнем. Первая тетрадь вот такая. Вот такая. Я не знаю, что я в ней нашла. Просто она в линию. А я очень мало купила тетради в линию. А все-таки украинский язык и литература. Дальше. Вот такая вот тетрадь и вот такая вот тетрадь. Это из одной серии. Я не стала покупать всю серию, потому что это 36 листов и в линию. Тоже в линию, потому что это нужно. Вот также я купила вот такую типа природу. 24 листа в клеточку. Я купила 5 тетрадей, то есть всю серию. Нэйча. Природа. Опять природа. То есть 6 тетрадей с природой. Я не знаю, куда я их всех дену. Это 48 листов. Просто 48 листов. И это клеточка. Дальше я купила вот такую вот тетрадь на 60 листов в линейку. Дальше я купила полосочку, но уже в голубую. Здесь 24 листа клеточка. Еще я купила вот такую вот. 24 листа клеточка. Таблица умножения. Тоже из одной серии. Это какие-то фреш. Я купила с гранатом и с грушей. Дальше у меня здесь Париж. 24 листа в клеточку. Дальше я купила вот такое 24 листа в линейку. Я только что удивилась, что я такое купила. Я просто не помню, чтобы я такое покупала. Вот. И последняя тетрадь, которую я купила, это вот такая. Она тоже на 24 листа и тоже в клеточку. С тетрадями мы закончили. И переходим теперь к таким важным вещам, которые называются рюкзак. Итак, показываю вам, какой у меня рюкзак. У меня самый обычный черный рюкзак. Вот такой вот. И еще один рюкзак. Но это рюкзак для формы физкультурной. Вот. У меня он самый обычный. Просто, ну, типа, самый обычный. Но здесь написано «Университет Оксфорд». И дальше давайте перейдем к пеналу. Пенал у меня под цвет дневника. Потому что мне нужно было хоть что-то под цвет дневника. Итак, здесь у меня что лежит? Здесь у меня лежит вот такой вот розовый цирк. А теперь внимание. Просто главная покупка. Посмотрите на размер этого ластика. Он почти как моя ладошка. Дальше у меня здесь линейка. А, кстати, я купила две линейки. Такую и такую. Это с Hello Kitty. А вторая моя линейка, это, как здесь пишет, линейка не ломайка. То есть. Дальше, что у меня здесь есть, это клей. Это клей-карандаш. Он розовый. Постелять. Он розовый. Дальше у меня здесь лежит корректор. Также я купила пять ручек. Вот таких вот. Но я не знаю, где еще две мои такие вот ручки. У меня есть вот такие вот три замечательные ручки. И последнее, что у меня здесь лежит, это мои простые карандаши. Пять обычных карандашей. Дальше я вам покажу свои обложки. То есть, самые обычные, что только может быть. Это обложки для тетрадей. Двадцать штук. Это обложки для книжек. Двенадцать штук, если я не ошибаюсь. Кстати, я забыла сказать, что я перехожу в восьмой класс. Дальше, что я вам хочу показать, это папки. У меня их пять. И первая папочка, которую я вам покажу, будет вот такая вот. Она с какой-то злой девочкой. Дальше. Эти все папочки мне подарили. Мне их произвели с Америки. Значит, это от фирмы Дивога. Но она очень прикольная. Здесь она мятная. Это же мятный цвет. И золотая, и белая. Так что она очень прикольная. Спасибо большое. Еще у меня вот такая вот. Она в горошек. Это тоже от фирмы Дивога. Когда я снимала прошлое или позапрошлое видео на моем канале, я думаю, вы помните, что этот дядя делал ремонт. Так вот, прошло три или четыре месяца. И да, мой сосед все еще делает ремонт. И я не знаю, почему он это делает. Так вот, я не показала вам серединку. Серединка здесь самая обычная. Вот такая вот. А вот здесь, если же папка розовая, то здесь оно мятное. И теперь просто моя любовь. Потому что, посмотрите, какие это милые две папки. Они голографические. Да, с папками мы тоже закончили. И нам еще немножечко. Итак, следующее, что я вам покажу, это будет мой ланчбокс. Я купила себе ланчбокс, потому что я возвращаюсь на танцы. Возвращение на танцы. Вот, я возвращаюсь на танцы. Поэтому я буду себе вложить всякие вкусности себе в ланчбокс. Здесь написано пауза. Дальше, что я купила? Это такие мини-учебники, которые я купила, потому что я не нашла в этом году предметных тетрадей. Это морфология. Грамматика английского языка. Потом здесь арифметика. Здесь у нас биология. Органичная химия. Неорганичная химия. Тригонометрия. Физика. Просто неправильные глаголы на английском языке. И дальше, что я вам еще хочу показать. Это тоже штучка, которую мне привезли с Америки. Это санитайзер или антисептик, нашими словами. Дальше, что я купила себе сегодня. Думаю, все знают, что есть такие прекрасные чудеса света, как ученические. И чтобы ученический не портился, не рвался, то на него одевают обложку. И в этом году у меня будет вот такая вот миленькая обложка. Здесь написано ученический билет, а будет здесь написано самая умная из самых красивых. Нет, что вы. Я очень самократичный человек и вообще себя не люблю. Нет. И последнее, что я вам сегодня покажу, это... Это я не знаю что. Это не похоже на ланчбокс, хотя выглядит он как ланчбокс, но в средине он не как ланчбокс. Открываем его. И здесь у нас остатки моей канцелярии, которые я вам не показала. И первая вещь, которую я вам покажу, это транспортир. Я потеряла свой старый транспортир и решила, почему бы мне не купить новый транспортир. И я купила новый транспортир. Он обычный, прозрачный. И следующее, что здесь лежит, это стикеры с пандочкой. Я не знаю, ли я их буду использовать, но надеюсь, что да. Надеюсь, что мне не станет их жалко. И следующее, что здесь лежит, это ручки. Это мои любимые ручки. Это просто ашановские ручки, но они мне так нравятся, что я купила 10 штук. 14. Дальше у меня здесь еще стикеры. Эти уже пообычнее. И дальше, внимание, что у меня есть. Это вот такие вот ножницы. Посмотрите, какие они. Они необычные, а еще они рост. А вот я нашла ручечки, которыми я тоже люблю пользоваться. Я их тоже купила в Ашане, они от какой-то обычной фирмы. Еще одна ручка. Это последняя вещь, которая у меня пришла с Америки. Это вот такая ромашечка. Я не знаю, я ею буду пользоваться. А еще я аж люблю ромашки. И для меня это просто праздник. Дальше, это моя точилка. Она просто огромная. С хеллоу китим. Дальше, у меня здесь есть хайлайтеры. Или текстовый делитель. Проще говоря. Зеленый, желтый, оранжевый, розовый и фиолет. И дальше, у меня здесь есть маленькие карандашки. Дальше, что у меня здесь есть, это клей ПВА. Тоже очень маленький. Просит, потому что на всякий случай путь будет. Дальше, у меня здесь есть еще один циркуль. Спросите меня, зачем, Соня, зачем тебе еще один циркуль? Да все дело в том, что мне понравился тот циркуль. И я не проверила, есть ли в нем карандашик. И оказалось, что в нем нет ни карандашика, ни запасных карандашиков. И поэтому мы пошли в Ашан и купили просто самый дешевый циркуль ради карандашика. И, короче, последняя вещь из канцелярии, которую я вам покажу. Это котик. Но, в самом деле, это замазка. Вот, вот такой вот маленький. Стойте. Не смейте уходить. Тихо, тихо, дедушка мой. А следующее, что я вам покажу, это одежда. Ну, если не всю одежду, я вам покажу только футболки. Я решила, господи, кому нужны эти рубашки? Реально. Ну, типа, в пятом классе подносила эти рубашки достаточно с меня. И в шестом немножко. И последнее, что я купила, это вот такие вот разные резиночки. Мне они понравились тем, что здесь черные, прозрачные, то есть прям вах. И вот такая вот корона. Здесь корона, понимаете? Корона. Лестные королевы. Шучу, не королевые. И вот, на этом мой Back to School закончен. И поэтому спасибо всем, кто досмотрели это видео до конца. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И что еще должна была сказать? Забыла. А, и оставляйте комментарий внизу. И, как все говорят, нажимайте на колокольчик. Тоже нажмите на каракольчик. Нажмите на каракольчик. А еще у меня на странице в ВК, ссылка, кстати, в описании. Пожалуйста, задавайте вопросы для Аскмалявки Back to School. И на следующей неделе я на них отвечу. Задавайте там. Люблю я класс, люблю я школу, тралят-паля. Можете задавать под этим видео. Люблю, целую, обнимаю. Я когда-то так говорила, сейчас я уже так не говорю. Поэтому просто всем пока. Мы бедные дети. Бедные дети актеры, которые тратят последние свои деньки лета на репетиты к первому сентября. Сегодня я проснулась в 7 утра, чтобы прийти на репетицию к первому сентября. Че лето? Вы же все спите. Я не знаю, когда вы это смотрите. Но все равно, понимаете? Вы все спите до 12, а мы, бедные актеры, спим всего лишь до 8. И то радуемся. Мне каждый день репетиция. Это всего лишь для школы. А в пятницу я звоню. И это значит, что я буду тратить перед всей школой. А это значит, что я позорь. Потому что я упаду, потому что буду тратить на стадионе. А у нас так искусственная трава. Из резины. А это значит, что все попадаем и будет нам всем грандик. Нам всем очень не повезло. Потому что мы все бедные дети народники. Трансуют народные таланты. А нас никто не жалеет. А потом мне такие приходят до 1 сентября. И нам говорят, ну прикольно, ну пропускайте уроки. А мы такие, серьезно? Мы вообще-то как бы целую неделю своего лета протыкали ради вас. Короче, мы все бедные, несчастные актеры. Поэтому подарите мне на 1 сентября цветы. Нет, не надо мне дарить цветы. Это была шуточка. Прочу, всем пока-пока. Продолжение следует...